У каждого свои ассоциации с Новым Годом. Для кого-то это мандарины, шампанское и традиционное оливье. Кто-то вспоминает Деда Мороза, ёлку и подарки. А для кого-то Новый Год – это яркие фейерверки, хлопушки и петарды. Их выбор сегодня достаточно велик. Однако к покупке пиротехники стоит относиться критично. Самое главное, чтобы не была нарушена целостность упаковки, чтобы фитиль был всегда заклеен, чтобы хорошо читалось все правила и срок годности желательно, и, конечно, чтобы хранилось в сухих помещениях. По словам экспертов, наиболее безопасными являются хлопушки. Чтобы создать праздничную атмосферу, ими можно пользоваться даже дома. Наряду с ними большой популярностью пользуются бенгальские огни. Эксперты уверяют, благодаря своему специальному составу они горят холодными искрами. Ими могут пользоваться даже дети. Но обязательно под присмотром взрослых. До 10 лет нельзя пользоваться никакими пиротехническими изделиями. С 10 лет уже можно пользоваться хлопушками и бенгальскими огнями. При покупке салютов, фейерверков, петард и римских свечей необходимо знать, что такая продукция имеет пять классов опасности. Например, новогодняя пиротехника 4 и 5 класса используется только профессионалами. Салюты и фейерверки, как правило, относятся ко второму и третьему классу. Все салюты необходимо ставить на ровную поверхность, соблюдать безопасную зону. Это до 30 метров. Не наклоняться над изделиями, когда поджигают. И обязательно как-то укреплять, чтобы исключить опрокидывание фейерверков. И после поджога очень быстро удалиться, желательно не оглядываться. Пользуясь пиротехникой, главное соблюдать правила безопасности. И тогда праздник останется праздником, а не превратиться в день, когда кто-то получил травму. В наши дни фейерверки все чаще дополняют праздники. Или эффектно завершают любое торжество. Или даже сюжет. Кристина Сладкова, Антон Сердюков. Вести детально.